Действительно, пора уже даме представить слово. Не на погоду. А тебе она же конечно. Конечно. Дорогие друзья, очень приятно вас всех видеть, потому что я понимаю, что каждый пришедший сюда человек, он имеет отношение к Ахату самое сердечное. И очень много людей не пришло сегодня по тем или другим причинам. Потому что много людей в Москве и в окрестностях Москвы, и в окрестностях страны, если так можно выразиться, имеют отношение к нашему Ахату. Мы тебя поздравляем от многих других, от Василия Васильевича Сорокина. Мы поздравляем тебя с выходом этой книги, потому что не только твоя душа ликует, судя по этому названию, но и наша душа ликует. И ты прекрасно назвал книгу символично. И нашел свой почерк, потому что твой поэтический стиль, это такие поэтические, прозаические, философские зарисовки, как фотографии. То есть то, что ты увидел, пронешь через свою душу и выплеснул в чистом поле белого листа. Это твой стиль. И во вторую книгу, дай Бог, чтобы он перешел. И пускай через 9 месяцев ты сказал, что она родится, значит сегодня будет ее зачатие. И пускай в этом зачатии примут все наши эмоции, все наши чувства, которые сегодня ты услышишь. Пускай оно зарождается, вынашиваться без токсикоза, без всяких там погрешностей. Да я помню, чтобы она родилась. Нам очень импонирует твой почерк поэтический и твой почерк человеческий. Потому что на нашем ВЛК сначала во всех наших делах впереди шагало сердце Ахата. А потом его физическое тело, которое было нам не менее симпатично. Потому что он много дел прекрасных организовывает. Едем мы в Константиново, благодаря ему, потому что он организовывал автобусы и так далее. Но кто бы догадался, раннее утро мы все сидим уставшие, невыспанные. А Ахат идет с ведром вареной кукурузы, без его автобуса. И мы 4 часа там, 5 часов по всем пробкам грызем кукурузу, поем песни, всех объединили. Но был как какой-то вечер, все хели, все тоже вечер же устали, долго идет. Открывается дверь, заходит в халате татарском Ахат с огромным пловом. Вот кто бы так сделал, это только он. Потому что сначала душа, а потом сам Ахат. И дай Бог, что всегда так было. И пускай и в поэзии, и в жизни сначала дверь открывает твоя душа. Аплодисменты. Аплодисменты. Лучший шахтер из Макеевки. И шахтеры не забывают. Да, конечно. Кстати говоря, в ютюбе моя поэма посвящена Донбассу. Можно так сказать. Хахат, друг, у тебя сегодня творческий день рождения. Я очень рад этому событию. Я думаю, сегодняшняя книга разнодалливая, она запомнится надолго тем, кто ее прочтет. В этой книге я тоже присвятил тебе одно сотворение, которое я сейчас прочту. Коротко. Время нового летнего. Ты бороздил моряк Ахат. В Путмиле твой был долг. Нам дождь за моряка поднять. Есть ветский повод. На гражданке ты Ахат. Дал и молод. От нас тебе сказать Рахман. Есть ветский повод. Тропок поэтам творишь ты. Возносишь их. Тем дорог. Дарить ты вечера цветы. Есть ветский повод. Мы за тебя бокалы, брат. Легко поднимем. Тебе здоровье Ахат. И тем куда-то пилим. Мужчина свилу ты простой. Кус соли сел на службе. Как узел связанный морской. Надежен дружбе. Начинаем. Я хочу еще два слова сказать. Тут секрет, как говорится, на миллион открыт. В свое время Ахат, когда был молодой, жил в Ташкенте, его погладил по голове Анна Ахматова. Как говорится, вдохновило в него вдохновение. Это тоже как бы на протяжении его долгой жизни все сказалось. Это было очень символично. Ахат, ты сегодня сказал, что у тебя через 9 месяцев родится новая книга. Мы верим. А вас ты дал. Давай, держи. Как говорится, прямой курс. Выпуску нахуй. Спасибо. Поздравляю. Аплодисменты. 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 Это уже он не жаловается. Нет, нет. Это точно. Не раньше, а не позже. И встретимся все здесь через день. Да, обязательно. Это, чтобы вас рассмешить анекдот. Встречаются две девушки. Одна говорит, ну что, ты уже залетела? Она говорит, да нет. А, ты, говорит, что порхаешь? Она говорит, да нет, уже залетела. Так что я залетела.